Недавно открылось страшное. Место, которое все согласились считать Меккой буддистов, где, как признано большинством, родился Будда, оно, скорее всего, было определено в святыне жуликами, а миллионы верующих просто сделали жертвами самого вопиющего в истории человечества мошенничества. У каждой из мировых религий есть свой Иерусалим. Место, где надо непременно побывать хотя бы однажды, даже если на то, чтобы туда добраться, уйдет вся жизнь. Причем для главных планетарных вероисповедных динаминаций таким Иерусалимом именно Иерусалим и является. Но не для всех. У буддиста, пуп мира и магнит всех его помыслов – это деревенька Лумбини в Непале. Подозреваю, про нее вообще мало кто слыхал, кроме людей, всерьез интересующихся Азией и религиоведением. Это не просто афедрон мира, не планетарная дыра, но, я бы сказал, дыра афедрона. Отсюда неделю скачи в любую сторону, никуда не доскачешь. От Катманду, например, в Лумбини добираться по земле часов 10. По счастью, есть самолет, но маленький такой, несерьезный, скворец, а не орел. Он может доставить в аэропорт имени Гаутамы Будды человек, наверное, 30 и делает это исправно, 3-4 раза в день. Так сюда прибывают совсем иностранцы, люди из большого мира, вроде меня. И, кстати, выбираться отсюда по земле – очень плохая идея, поверьте, проверено. А индийцы-паломники едут в Лумбини через границу автобусами по горным серпантинам, часами, днями, неделями. Здесь, да будет вам известно, появился на свет Будда, царевич Сидхартха Гаутама. Святое место организовано на манер музея и преснопамятного ВДНХ одновременно. В центре комплекса – буддийская кувуклия. За моей спиной то немногое, что сохранилось от дворца, где 2,5 тысячелетия тому назад родился Будда. То есть покой. С тем, только отличием от христиана и Иерусалимской, что здесь великий человек родился, а не упокоился. Как всем известно, про Будду мало что известно. Считается общепризнанным, что родился он в аристократической республике Шакья, в Эндогамном, то есть где все браки, только промеж своими, роду Гаутама, прожил 80 лет. Но с датой рождения уже проблема. То ли 563 до н.э., то ли 483. Папа его, вопреки широко распространенному обычаю, был не еврей и не голубь, а демократически выбранный царь. Мама – Махамайя, или Великая Майя, а также Майя Дэви, королева Майя. Как и в знакомом нам с измольства другом предании, зачатие Будды сопровождалось знамениями. Майя увидела во сне, как в нее вошел белый слон о шести бивнях. О фрейдизме тогда не знали, потому видение столковали, как обещание величия сыну королевы, а не результат подспудного гормонального воображения в темных слоях подсознания. Отчего столько пафоса в этих легендах бог весть? Прежде Будда уже прошел сотни перерождений, и то, которое совершилось в Лумбини, примечательно одним. Оно стало последним. Потом Сиддхартха ушел из нашего мира окончательно. Когда пришла пора рожать, Майя Дэви отправилась в дом отца, но изрядно до него не дошла. Родила сына в купальне, и здесь же, в пруду, его омыло. Случилось это, как все мы понимаем, 2500 лет тому назад. Буддизм стал мировой религией в скорости после кончины Гаутамы. А в империи Маурьев царь Ашока, 3 век до н.э. сделал буддизм государственным вероисповеданием. Но вот загадка. При всем при этом, Лумбини паломники для себя открыли какие-то жалкие сто лет тому назад. А прежде об этом святом месте даже не подозревали. Случайность? Не думаю. Но об этом после. Соответственно, сейчас посетителям предлагают проследовать к руинам купальни, чтобы увидеть пеньки древних колонн и ямы на месте давнишних ванн. Там, где Сиддхартха появился на свет, лежит кусок песчаника под витринным стеклом. Из других тутошних достопримечательностей колонна царя Ашоки, установленная им по случаю приезда сюда. С посвящением. На 20-м году правления, прибыл, поклонится и т.д. В 1997-м ЮНЕСКО объявило Лумбини частью мирового культурного наследия человечества и бизнес закипел. Вокруг руин бамбуком поперли в рост буддистские храмы. Помолельни поблизости возвело каждое государство, в истории которого буддизм сыграл ощутимую роль. Сейчас храмов и монастырей здесь около двух десятков. Здесь, вокруг места, где некогда родился царевич Акьямуни, власти королевства Непал выделили около 20 квадратных километров площади под застройку храмами. Каждое из этих сооружений несет на себе отпечаток неповторимых и многообразных традиций народа-строителя. По тропам, аллеям, бульварам носятся райами виларикши. Учитывая, что крупнейшая из культовых учреждений здесь японская, играет новыми красками бессмертная папа Рикша, мама Гейша, а сын Мойша. Хотя, с учетом этноспецифики местного бизнеса, сын вышел все-таки скорее какой-нибудь Муайша. И при этом оказался изрядно раскос. Надо сказать, если бы Лумбини не было, его следовало бы выдумать. Есть веские подозрения, что именно выдуман он и был. Кому человечество обязано всем этим высокодуховным счастьем? Фюреру и только ему, достопочтенному Антону Алоизу Фюреру. Как явствует из фамилии, они с тем, преснопамятным, даже не родственники. При этом среди ученых есть огромное количество деятелей, которые твердо уверены. Тот фюрер и этот одного поля ягоды. Дело в том, что Антон Алоиз нашел то, чего никак не может быть. Причем там, где этого быть никак не может. К 1896-му археолог Антон Фюрер мало чем прославился. Он, например, обнаружил и продал ряд древностей с эпиграфикой на письме Брахми, незадолго до того дешифрованном. Однако, хотя артефакты оказались подлинными, надписи на них, как выяснилось потом, были поддельными. Этот ничем, по совести говоря, незнаменитый человек внезапно и со многочисленными странностями делает эпохальное открытие – колонну царя Ашоки с текстом про Будду, который родился здесь и не пятью дальше. Спустя пару лет именно через фюрера, как эксперта, были легализованы реликварии, найденные якобы тоже в Лумбини. С костью Будды, с зубом Будды и т.д. Зуб, правда, оказался лошадиным, но остальные частицы мощей, освященные фюрером, почитаются до сих пор. В Индии, на Шри-Ланке и т.д. Насчет колонны Ашоки тоже высказывались преизрядные сомнения. А почему надпись свежая, словно только что вырезанная? Песчанику же две тысячи лет с гаком. Почему «Шак Ямуни», а не «Шак Амуни», как полагалось писать при царе Ашоки? Очень удивлял в надписи на столбе термин «Сила Вигадапхи». Как ни старались перепереть Вигадапхи, вечно выходила чуть менее неотесанной, нежели слон. Это про кого ж такое молвил великий государь? Даже страшно подумать. И, наконец, самое комическое. Миновало только два года после открытия Лумбини. К фюреру, который числился ответственным за археологические разыскания в колониальной Индии, прислали инспектора. Тот поковырялся в бумагах Антона Алоиза и немедленно вышвырнул его со службы. Дабы избежать суда, фюрер даже признал, что каждое слово в его докладах было ложью. Но столб Ашоки, конечно, продолжают считать подлинным. Хотя это, согласитесь, слишком хлипкий гвоздик, чтобы вешать на него надежды и веру миллионов буддистов, миллиардные бизнес-прожекты, репутацию ЮНЕСКО. В общем, после детальной проверки обстоятельств, единственным доказательством у энтузиастов-лумбинистов остается факт наличия возле столба Ашоки еще и храма Майя-Деви, возведенного будто бы в древности на месте купальни. Тут, правда, тоже затык. Индуистские святилища довольно однообразны, и было ли это посвящено именно матери Будды, а не Шиви или Вишну, никак не установишь. В общем, единственное основание считать лумбини местом святым – это вера и на нее опирающееся общее согласие. Опять же, все знают, непальцы – милые люди, не так уж много у них на этом свете радостей. В общем, резоны фюрера, непальских королей и иерархов буддизма понятны. Святыня, если ее поймать и к месту пришпилить, всем приносит пользу, а если она чистая фантазия морок, то проку от нее мало. А тут еще появились практичные китайцы, которым все равно, свята корова или нет, главное, чтобы она доилась. Надо сказать, Непал – это политически такая себе гималайская Беларусь. За страну ухватились и тянут на себя большие да сильные, что и позволяет маневрировать, выживать и даже обеспечивает кое-какие хавришки. Политики в Катманду четко делятся пополам – одни обслуживают Индию, другие – Китай. Уже лет 10 Пекин примеривается купить себе месторождение Будды. Сначала предлагал 3 миллиарда, сейчас 5. На эти деньги здесь проложат дороги, построят гостиницы, реконструируют аэропорт. Наверное, устроят и дорогие казино – какие-нибудь Золотой Лотос, Нирвана, Посох Будды. Иначе в последнее время китайцы не работают. Можно не сомневаться, древности Лумбини за 5-то миллиардов окончательно станут как настоящие и даже сделаются лучше настоящих. Пока индийские непальцы отталкивают руки китайских непальцев, протягивающие миллиарды, но как-то все менее уверенно. И, кстати, наверняка малая толика пяти арбузов зелени будет потрачена на то, чтобы заткнуть рот разоблачителям Лумбини. Благо, книг таких написали всего пару-тройку. А чё они в самом деле богоугодные дешевты омрачают? Пусть купят себе авторы что-нибудь приятное и утешатся навсегда. А в Лумбини, кстати, только иностранцев приезжает сейчас каждый год по 130 тысяч. И все они уносят пока бумажники не выпотрошенными домой, так и не получив качественного религиозного сервиса.